Если на одной улице стоят русская изба и грузинская сакля, а еще подворья мордвы, чуваши, татары, армяны и других национальностей, то это национальная деревня. А проект с таким названием реализуется в Ульяновске. В свое подворье чувашская автономия начала обустраивать первый. Какой чуваш увидит гости деревни и что уже увидели ульяновские тележурналисты в следующем сюжете. Скоро вместо заснеженного поля и забора здесь появятся подворья девяти национальных автономий. Включать они могут этнографические музеи, ремесленные мастерские, кафе, рестораны с национальной кухней. А чувашская готова принимать гостей уже сейчас. В их распоряжении изба, бани и колодец. Проектанты изучали, во-первых, опыт и других городов в России, опыт культуры. Естественно, у каждого народа своя культура, свои какие-то обычаи. Проект «Земля выделялась автономией Чувашской». Отдыхать здесь могут кто угодно, праздники, дни рождения, какие-то мероприятия, концерты. То есть это для всех, для всех жителей нашего многонационального города. Это должно быть центром для укрепления мира, согласия и дружбы. Для того, чтобы пообщаться, встречаться. Это нужно принимать культуру этих народов и проникать в эти культуры. Работы впереди еще много. Будет, к примеру, гостиница на 10 мест, магазин национальных сувениров, летняя кухня. Губернатор Ульяновской области отметил, другие национальные автономии тоже должны подтягиваться. Заходя вовнутрь, все пахнет, как мы говорим, стариной, все пахнет традициями, все пахнет обычаями. И это здорово, потому что, наверное, в самое ближайшее время, уже в этом году, летом, мы здесь увидим настоящее Чувашское подворье с настоящим таким вот духом. Планируется, что деревня станет открытой площадкой для массовых городских мероприятий.